Дворец культуры Меланжевого комбината восстановит. Такое решение принял мэр города Владимир Шарыпов и лично приехал, чтобы оценить масштабы работ. Это здание не эксплуатировали пять лет. Более десяти в него не вкладывали средств. Сейчас дворец культуры заброшен. В последнее время велись переговоры. Здание собирались продать. Мы, конечно, здание такое в среднесрочной перспективе уже никогда не построим. Поэтому мы сейчас отказались от плана продажи этого здания и будем работать над его восстановлением. Оно будет передано в учреждение дополнительного образования, которое сейчас будет выполнять первоочередной необходимый ремонт. Конечно, начнем мы с кровли, потому что там идет существенное разрушение конструкций. При всем этом здание достаточно крепкое и не требует глобальных перестроек. Здесь все сконструировано так, чтобы можно было работать с детьми. Более пяти тысяч квадратных метров, на которых можно разместить современные образовательные и творческие площадки, спортивные центры, концертные залы и студии. За работу планирует взяться дюдс номер один. Да, это будет стоить дорого. Мы не говорим, что это будет все сразу именно так. Но на первом этапе мы готовы приложить свои личные умения, свои личные усилия и очень многое, что мы можем сделать сами, своими руками. Примерная стоимость реализации проекта – 120-150 миллионов рублей. Планы на городской центр социально-педагогического направления амбициозные. Здесь все хотят сделать на высшем уровне в планах обустройства интерактивных пространств, чтобы дети могли не только учиться, но также с пользой отдыхать и общаться. Формировался уже тот пакет, который можно использовать для участия в грантах, в том числе федерального президентского формата. В данный момент мы занимаемся поисками тех самых грантов для того, чтобы этот проект уже презентовать на другом уровне и получить под реализацию его финансирования. Но все должны понимать, что гранты, не предназначенные под ремонт и реконструкцию помещения, они в первую очередь предназначены для оснащения. А вот для ремонта будут искать инвесторов. Финансирование такого объема работ городской бюджет не потянет. Всего на восстановление здания уйдет от трех до пяти лет. Сейчас дворец культуры находится под круглосуточной охраной.